добрый день здравствуйте сегодня хотел бы поговорить про олега сенцова других политических узников и про извините предстоящую встречу трампа с путина в хельсинки я думаю я с самого начала это говорил еще где-то месяц назад что единственным человеком который может освободить олега ну как минимум олега сенцова а может быть и других является президент соединенных штатов дональд трамп и потому что он такой красивый умный там добрый и так далее потому что владимир путин в силу своего менталитета со склада ума и характера считает себе достойным собеседником только президент сша а так как сейчас это его друг и соратник по многим делам которые разрушают наш мир и порядок послевоенные то или пытается разрушить то ничего краше придумать невозможно и конечно несколько никого другого он за собеседника ни по каким вопросам не считает не меркель не президент франции я забыл вот этот парень который чуть не как бы все комплименты выговорил путину в питере которых он даже не ожидал не к любой другой президент любой другой стороны для него не является релевантным собеседником собеседник для него на только трамп только трамп он ждет только с трампом будет обсуждать все начиная от украины сирии там чего угодно еще и в частности судьбу олега сенцова и возможно других узников я так думал самого начала знаю это все что просто для него никто не годен в плане просьб взаимных но я думаю что вот в этой встрече самой который будет хельсинки между трампом и путиным ничего хорошего нет это на самом деле будет история которую можно назвать хельсинкским сговором потому что трамп уже сказал с чем он в принципе туда едет едет он с объятиями к путину он будет называть его френдом может быть даже диа френдом он будет рассказывать что у него особенная душа что может быть русских обижали незаслуженно и вот они вынуждены были захватывать чужие земли и бомбить другие страны ковровыми бомбардировками будет про тонкую душу может быть рассказывать но посмотрим не у них дело в том но это будет абсолютный трэш я полностью уверен что любая аналитика будет посрамлена но в плане фразеологии трампа я не знаю что будет за этим фактически дальше стоит но фразеологически это были шоковая встреча для европейских лидеров для либеральных элит демократических и так далее но трамп принципе уже отрывы отрывки за это роли нам демонстрировал это будет по будет полной роль что будет дальше я не знаю не хочет никаких не апокалипсисов не таких насмешливых комментариев посмотрим но единственный толк который может быть реальный толк от этой встречи это может быть разговора политзаключенных в частности о голодающих политзаключенных в частности об олеге сенцове и других если трамп его попросят публично не публично об этом он не откажет путин не откажет там может быть обмен там что угодно да хоть помилование знаете что русскому царю потом придет в голову никто никогда не знал на протяжении столетий как он решит так и будет в принципе нам-то на самом деле не очень важно наверное сам способ передачи и контекст формальный вот поэтому я благодарю люди людей которые поняли сразу что в принципе адресатом такого обращения то есть попросите путина освободить ценцова и других мог быть только трамп сразу вот те кто поняли сразу те вот как ахнемси и таблоев наш известный украинский крымско-татарский режиссер он записал ролик сам такой но в один только он там был тоже все обращались в рамках разных акций вот это он трампу конкретно писал обращение она вышла в том числе в америке с английскими там титрами по моему на голосе америки или где-то но в общем самом начало нужно было давить на трампа и конечно эти все акции они не лишние по миру потому что трамп тоже видит но или ему там рассказывает показ что вот есть поддержка и в сша и даже в россии где вот почти святых людей задерживают на улице и как бы фон очень важен но в прямую обращаться надо было к трампу я думаю надеюсь что к нему обращались и результатом это стало то что там вчера сказали вели что вроде как там будет говорить с путиным паре заключенных ну так и стоило предполагать дай бог если это так дай бог если так так и будет наталья каплан двоюродная сестра олега вот только побывала в этих прекрасном городе лабаднанге в кавычки конечно где зона находится где мучают олега она передает что он несмотря на голодовку он очень слаб но ничего критичного не произошло кажется так наталья написала у себя в фейсбуке значит значит вот конкретно сенцов маринует до трампа его будут держать дай бог если не будут кормить принудительно потому что это достаточно зверская процедура мне мустафа джемильев рассказывал про это и другие кто готов кого пробовали подвергать этому в этой процедуре но жизнь по крайней мере можно быть спокойным что олег сенцов доживет точно до 17 кажется да и июля даты встречи это хельсинского сговора путина с трампом в этом я уже абсолютно уверен и это уже неплохо что будет с другими то что олег написал что он голодает не за себя за всех ребят и что если освободят его одного это будет провал это слова от которой наталья каплан передала от олег из тюрьмы но тут олег не 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 власти над этой ситуации то что он мог он сделал делает не будем пока говорить что сделал но я по крайней мере уверен что его освобождение в той или иной форме отдачи передачи украины готовит именно под этот хельсинкский саммит вот это все на сегодня будем держать кулаки и за олега и за других ребят но на самом деле в целом ситуация думаю не изменится потому что всех не отдаст кремль и ресурс для захвата заложников числа украинских граждан и числа крымских татар у него огромен бесконечен абсолютно нет как бы мир современный не привык иметь дело с такими вульгарными работорговцами с такой вульгарной террористической истории которая на самом деле хуже любых игил любых вот этих записных террористических группировок потому что тут все серьезнее эта группировка маскируется под приличного человека и многие за денежки рассказывают нам что это государство с некоторыми проблемами но все-таки нормально это нет это не государство это террорист мы много об этом говорил сегодня конкретно про надежду на то что олега как минимум может быть и других после разговора трампа с путиным удастся вернуть в украину пусть так и будет дай бог